МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Республика о главных новостях прямо сейчас в студии Татьяна Трофимова. Господдержка детям. Единовременное пособие 10 тысяч рублей получат все родители, независимо от статуса и финансового положения. Дресс-код 2020. В Чувашии в магазины и общественный транспорт. Вход без масок воспрещен. 30 дней самоизоляции. Детские дома, интернаты, стационары, социальных центров перешли на закрытый режим. В Чувашии введен обязательный режим ношения масок. Появляться без них в магазинах и в общественном транспорте запрещено. Сегодня соблюдение режима в Чубаксарах проверяли мобильные группы. Без маски не входить. Эта надпись встречает покупателей на дверях торгового центра в Волжске. Забыл дома или у меня ее нет, такие отговорки не проходят. Идем в ближайший супермаркет и сразу первое нарушение. Где маска на вас, на вашем ребенке? На машине. Так, а почему вы? Оденьте, пожалуйста, и на этот вид торговый центру в маске. Хорошо. Специального дресс-кода не оказалось и на некоторых сотрудниках. Где ваша маска? Кровник, у маски ложилась. Да, вот согласно новому изменениям указа 92-го, теперь ношение маски гражданам – это обязательное требование. Вот при нахождении, получается, объектов розничной торговли, оказании услуг, выполнении работ. Вас это касается. Сейчас мы проводим разъяснительные беседы. Повторно уже, через пару дней, это уже примет санкционный характер. Если у покупателя нет маски, продавцы обязаны предложить приобрести ее на кассе. Получить маски можно и бесплатно. На столике антисептик и одноразовые средства защиты. Можно взять готовую, можно сделать своими руками. Сами чебоксарцы новый режим оценивают по-разному. Очень позитивно. Почему? По крайней мере, кто-то не заразит. Нет, рано, не напрягает. Очень плохо. Почему? Отрицательно. Почему? Достали уже все. Положительно. Почему? Это как-то обезопасывает. Что еще? Конечно, и перчатки надо носить, но их не очень-то можно купить. Положительно. Почему? Вот так положено. Пандемия. Положительно. Почему? Ну, потому что мы бережем здоровье окружения. Рейды проходят ежедневно. Сегодняшние нарушители отделались только предупреждением. Но с 14 мая за отказ носить маски в общественном месте последуют первые штрафы. Штрафы, согласно этой статье, составляют в отношении граждан от 1 тысячи рублей до 30 тысяч рублей, включая предупреждение. У нас работают мобильные группы, сегодня их 6 по городу и 2 по московскому району. Вывод из сегодняшнего мероприятия, наверное, скажет нам о том, что большая часть граждан относится сознательно к тем требованиям нашего руководства, которые обязывают носить их маски. За ношением масок следят и в общественном транспорте. Размер штрафов за нарушение норм безопасности в автобусах или троллейбусах такой же. Но сейчас главное объяснить людям, почему важно закрывать лицо в общественном месте. Мы просим вас надеть маски. У вас маски есть с собой? Нам бы хотелось, чтобы вы себя защищали от этой эпидемии и были всегда в масках, соблюдали свою тарифу. Молодежь в основном не одевается. Многие молодежь, я как смотрю, замечают, что молодежь не хотят. Ну, пожилые очень многие, все почти что одеваются. Количество заразившихся растет быстро. Ничего сложного от нас не требует. Без надобности не выходить из дома, соблюдать дистанцию, мыть руки и носить маску. Только так мы можем остановить распространение COVID-19. Неудобно, надоело или вовсе мешает дышать – не аргумент. Ради здоровья можно и потерпеть. Эти меры вынуждены, так как количество заболевших коронавирусом в Чувашии постоянно растет. На 13 мая, по данным сайта СтопКоронавирус.РФ, в регионе 1360 случаев заражения, из которых 78 за последние сутки. 334 человека выздоровели. Летальных исходов по-прежнему 8. Почти месяц. С 20 апреля воспитанники детских домов, интернатов, постояльцы социальных центров живут в полной изоляции. Вместе с ними круглосуточно находятся и сотрудники этих учреждений. Они перешли на вахтовый метод по две недели. Каким творчеством мы сегодня занимаемся? Мы сегодня делаем цветочки из органзы. У нас есть органза, есть заготовки для лепестков. Из заготовок мы делаем лепесточки, сшиваем их нитками. Получается, делаем 11 штук и делаем цветок. В стационарном отделении городского центра обслуживания пожилых и инвалидов сейчас находится 26 проживающих и 8 сотрудников. Социальные работники перешли на сменный режим. Они трудятся по две недели. 19 мая заступит уже третья смена. Мы круглосуточно находимся здесь. 21 апреля у нас уже проходит последняя неделя второй смены. И вот в третью смену заступают уже новые люди. Они находятся на самоизоляции. И по результатам проведения тестов на коронавирус они приступят к работе в третью смену. То есть все, кто сейчас на смену во вторник придет, они все сдавали анализ на коронавирус? Сдадут. А вот в эти дни уже. Ни у сотрудников, ни у проживающих никаких респираторных проявлений не было, сообщает в Центре соцобслуживания. Режим изоляции до особого распоряжения руководителей региона введен во всех подобных учреждениях с постоянным проживанием. Такой режим работы коснулся 31 организации. Напомню, что в изоляции находятся у нас проживающие в них пожилые граждане. Их более 2700. А также порядка 450 сотрудников, интернатов и домов ветеранов. Мы ведем ежедневный круглосуточный мониторинг здоровья подопечных и сотрудников наших учреждений. Валентина Михайловна больше года живет в стационаре Чебоксарского центра соцобслуживания. С введением изоляции изменился распорядок дня. Нам нельзя выходить, без маски мы не ходим. Руки мыли, так и так моем. Никуда больно расстояние мы соблюдаем. Очень строго, без самоотношения нас держат, как солдат. Очень заботятся. Так что туда-сюда нельзя нарушать. И тем не на высокое здесь. Каждый день у них расписан по программе «Обязательные спортивные занятия». Лечебно-профилактическая гимнастика устраивают и турниры. На прошлой неделе завершился шахмат на шашечный и песенный. На этой проходит интеллектуальный и конкурс чтецов. Я не жду особенных подарков, а почат жизни одного, чтобы она была бы в меру яркой, а не черная, словно воронье. А в душе, чтобы музыка звучала и стихи рождались в голове, чтобы я обидчиков прощала и ценила тех, кто дорог мне. Не все студенты смогли самоизолироваться дома. Многие остались в общежитиях. Руководство Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева решило им помочь. Ну вот, поели, теперь можно и поспать. Так, пожалуй, выглядит самоизоляция большинства жителей Чувашии, но к ним точно не относятся студенты ЧГПУ имени Яковлева. В общежитиях вуза скучать не приходится, образовательный процесс продолжается в полном объеме по расписанию. Все занятия проходят дистанционно в электронно-информационной образовательной среде университета. Плюс дистанционное обучение то, что я могу проснуться за пять минут до пары. То есть проснуться спокойно, умыться и выполнять задания. Минусы, наверное, потому что неудобно, потому что нет рядом преподавателя, хочется общения. В ЧГПУ учатся представители разных стран мира – Туркменистана, Казахстана, Китая, Камеруна, Иордании, Саудовской Аравии. Из-за пандемии коронавируса многие не смогли уехать, они остались в общежитии вуза. Таким студентам в университете оказывается поддержка. Не у всех есть возможность ждать помощи от родителей. Поэтому руководство вуза приняло решение о том, чтобы помочь студентам и приобрести продовольственные товары первой необходимости. 550 продуктовых наборов, включающих продукты первой необходимости, раздали студентам. Такой пакет получил и Рустам Душемов. Там макароны, рис, сахар, еще там самые необходимые. Мы сейчас сами готовим здесь. И у нас как раз сейчас проводятся конкурсы разные. Один из них – национальное блюдо. Конкурс национальных блюд – не единственное состязание между студентами. Даже сейчас, несмотря на пандемию, проходят все запланированные мероприятия. Фестиваль «Студенческая весна», конкурсы «Чевашпики» – первокурс не года. Но в режиме онлайн и, конечно, с соблюдением всех санитарных требований. На каждом этаже у нас есть жидкое мыло и инструкция, как правильно мыть руки. Помещение каждый день мы проветриваем. Конечно же, скучаю по улицам, но в данный момент мы понимаем, что нужна самоизоляция. Такие строгие правила дают свои результаты. Студенты педагогического университета здоровы и готовятся к успешной сдаче предстоящей сессии. Все больше и больше людей отзываются на призыв временно исполняющего обязанности главы «Чувашии» Олега Николаева и становятся волонтерами. Для добровольцев со стажем, особенно медиков, с началом пандемии сомнений не было. Их место на передовой. В «Чувашии» действуют три добровольческих штаба. Елена – студентка четвертого курса медицинского факультета Чувашского государственного университета. В ряды крупнейшего общественного движения вступила летом 2018 года. Уже через год она стала первым заместителем регионального координатора. Совмещать волонтерство и учебу трудно, но Елена не жалуется. Сейчас я обучаюсь на четвертом курсе медицинского факультета. Мы сейчас обучаемся дистанционно. Получается, с утра, где-то до обеда, я выполняю все необходимые задания и высылаю преподавателю. А затем уже занимаюсь волонтерской деятельностью. Развожу продукты, обрабатываю заявки, провожу очное обучение волонтеров. Совмещать не скажу, что легко, но справляюсь. В период пандемии Елена сосредоточила все свои силы на проекте «Мы вместе», запущенного для поддержки пожилых и маломобильных людей. Работы много. Сейчас мы занимаемся развозом бесплатных продуктовых наборов для инвалидов первой и второй групп и также пенсионеров. Мы им развозим продукты первой необходимости – это мука, крупы, макароны, ультрапастеризованное молоко, чаю, свинина и также говядина тушенка. Доставить адресатам бесплатные продуктовые наборы – не единственная задача. Каждый день в волонтерский центр поступает до десятка заявок о помощи. Просьбы разные – довезти до больницы, купить определенные лекарства, диетические продукты. Чтобы оказать помощь всем нуждающимся, волонтеры трудятся без выходных. Возникающая усталость побеждает желание помочь одиноким пожилым людям. Валерия Друженец, Андрей Шоклев, Республика. В стране усиливаются меры социальной поддержки семьи с детьми. Кому положены выплаты и каков механизм реализации очень важной президентской инициативы, рассказали специалисты Пенсионного фонда России по Чуварской Республике. В течение трех месяцев семьи, в которых первый ребенок был рожден или усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, получат по 5000 рублей. Денежное пособие будет начисляться с апреля по июнь. Получить его смогут теперь все родители, независимо от права на материнский капитал. Дополнительно с 1 июня семьи, где есть дети от 3 до 16 лет, получат по 10 тысяч рублей. Средства выделят разово на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня 2020 года. Почти 210 тысяч таких детей очень нужно правильно заполнять вот это заявление. При ежемесячной денежной выплате в размере 5000 в течение трех месяцев и единовременной выплате граждане должны быть гражданами Российской Федерации, и дети должны быть гражданами Российской Федерации и проживать на территории Российской Федерации. К сожалению, единичные случаи и такие у нас имеются. Также в случае лишения родительских прав мы будем отказывать. Возможно, у таких семей и в случае смерти обоих родителей дети могут находиться под опекой. В таком случае опекунам будут выплачиваться, опекуны должны обращаться за единовременной выплатой. Подать заявление можно до 1 октября. Сделать это может один из родителей через единый портал госуслуг с указанием данных о рождении ребенка и реквизитов банковского счета для перечисления. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. В отдельных случаях родители могут обратиться и в клиентские службы. Опекунам и попечителям, например, необходимо обратиться лично в пенсионный фонд. Это связано с необходимостью предоставления решения суда, которое в электронном виде не выдается. Величина прожиточного минимума, наполняемость республиканской казны, влияние пандемии на экономику. Эти и другие вопросы обсудили сегодня на заседании правительства Чувашии. Продукты, непродовольственные товары, услуги, стоимость этого и определяют величину продовольственной корзины. По сравнению с прошуогодними данными, прожиточный минимум снизился до 9188 рублей. Но в соответствии с недавно принятым по инициативе временно исполняющего обязанности главы Чувашии, региональным законом при снижении расчетной величины прожиточного минимума, его размер установят на уровне предыдущего квартала. Поэтому корзина останется прежней. По социально-демографическим группам населения эта величина за первый квартал составила для трудоспособного населения 9746 рублей, для пенсионеров 7500 рублей, для детей 9254 рубля. Расходы в составе этой величины увеличились по статье продукта питания и уменьшились по статьям непродовольственных товаров, услуг и обязательных платежей и сборов. С начала года, по данным Министерства финансов, консолидированный бюджет региона по доходам исполнен почти на 15 миллиардов рублей, по расходам на 11 миллиардов 870 миллионов рублей. В целом доходность превышает 2,5%. Мы находимся на четвертом месте с темпом роста 108,6% по консолидированному бюджету. В основном этот темп сложился за счет темпа роста по налогу на прибыль. У нас темп роста составил 113%, мы занимаем второе место по субъектам Приворского федерального округа. В целом сложился уже по первому кварталу по субъектам ПФО отрицательный. Несколько мы, чуть ниже наш темп по налогу на доходы физических лиц 104,4% при среднем, по ПФО 107% и по акцизам мы также неплохо выглядим. Восьмое место. Эти средства направлены на поддержание агропромышленного комплекса региона, на реализацию нацпроектов и другие приоритетные направления. Вполне объяснимо, что финансовые результаты начала мая уже не такие радужные. Налоговые поступления снизились на 3%, но при этом объем поступлений из федерального центра увеличился на 31%, а это более 8 миллиардов рублей. В условиях пандемии экономические показатели вряд ли будут расти, поэтому, подчеркнула Олег Николаев, надо объективно расставлять приоритеты. Наталья Мальчикова, Бахтияр Велиев, Республика. Изначально единый государственный экзамен в этом году планировался на 8 июня, но его перенесут на более поздний срок. Об этом сообщил заместитель министра просвещения России Виктор Басюк на совещании с регионами. Решение принято из-за эпидемиологической ситуации в стране. Окончательные даты начала аттестационной кампании озвучат в ближайшее время. Скорректируется и формат проведения ЕГЭ в 11 классах. Экзамены будут проводиться только для тех, кто планирует продолжить обучение в высших учебных заведениях. Для остальных выпускников обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике хотят отменить. Учащимся, которые не собираются поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут выставить отметки по итогам года. Это касается и выпускников 9 классов. Итоговые оценки в аттестат им выставят на основании годовых. Старшеклассники завершат учебный год в конце мая. А уже со следующей недели на летние каникулы уйдут ученики первых-восьмых классов. Продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В ее рамках ремонтируется участок дороги Ибреси-Березовка-Кудеиха. Более 380 миллионов рублей выделено по программе БКД на то, чтобы привести в порядок дорогу от Ибреси до Кудеихи. Ремонт поделен на три этапа. В этом году собираются освоить 176 миллионов рублей и обновить половину ремонтируемой трассы. На одной полосе уже уложен песчаный слой. На участке длиной 3 километра застелили верхний слой из горячего асфальтобетона. Идут работы по укладке нижнего слоя щебеночного основания. На 2021 год планируется выполнить работу на сумму поля 147 миллионов рублей и сводом в эксплуатацию еще более 7 километров данной дороги. Надо сказать, что по территории Ибресинского района проходит автомобильная дорога Аниш. И между поселками Ибреси и городом Канаш есть три проблемных участка. На сегодняшний день обслуживающая организация ДАРТЕХ проводит ремонтные работы на данном участке. Надо сказать, что работа выполняется качественно и своевременно. Есть также автомобильная дорога Калинина-Батырево-Яльчики. Еще одна автомобильная дорога Калинина-Батырево-Яльчики требует ремонта. Вернее, ее проблемный участок протяженностью 8 километров. С просьбой помочь в Министерство транспорта Республики обратились жители и администрация Бресинского района. Теперь проект проходит госэкспертизу. Его тоже намерены реализовать в этом году. В Республике стартовал молодежный медиапроект «Пишу и рассказываю о Чувашии». Сразу в двух министерствах информационной политики и образования ждут творческие работы, посвященные столетию чувашской автономии. Возраст участников от 14 до 30 лет. В номинациях постарались учесть все жанры. Стоп снято – это для тех, кто занимается видео или даже готовит информационные сюжеты. У микрофона – означает умение работать с аудиоматериалами, создавать радиорепортажи. «Пишу о родине своей». Это уже газетный жанр с количеством символов более двух тысяч. А еще есть номинация «По секрету всему интернету». Здесь принимаются медиапроекты о Чувашии, размещенные в тематических блогах и социальных сетях. Летопись Чувашского края, становление республики, традиции и культура, достопримечательности и, конечно, человеческие судьбы. Это главные темы конкурса, ведь любую историю делают люди. Конкурсные материалы принимаются до 1 июня. Победители получат дипломы и памятные призы. Александр Соловьев, Республика. Это новости среды. До встречи в эфире Национального телевидения «Чувашия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова